Здравствуйте! В студии Ирина Корчагина. Я и мои коллеги расскажем о самых главных событиях этой недели. И начнем с происшествий. На одном из барнаульских предприятий чуть не погибли рабочие, они надышались вредными веществами. При этом речь идет о предприятии, которое занимается изготовлением мучных изделий. Инцидент произошел на днях. Двое сотрудников в ходе выполнения своих трудовых обязанностей отравились, по предварительным данным, парами сероводорода в результате превышения его концентрации в помещении. Потерпевшие в тяжелом состоянии госпитализированы в клиническую больницу, где им оказывается медицинская помощь. На данный момент уже возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда на производстве. В ситуации разбираются следственные комитеты, прокуратура региона. Допрашиваются сотрудники предприятия, а также назначены строительные и химические экспертизы. Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего, который погиб на стройке в Барнауле. Трагедия произошла на днях по адресу Гоголя 52, где возводят многоэтажный жилой дом. 35-летний мужчина выполнял работы на четвертом этаже. В какой-то момент он не удержал равновесие и упал с высоты 12 метров. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. В рамках проверки следователям Следственного комитета предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за охрану труда, на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 216 ГК РФ. Это нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Также добавим, что в связи с гибелью мужчины на стройке организована проверка по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа. Еще одна трагедия, которая уже произошла в Славгороде. Там на днях обнаружили тела двух детей 2009 и 2017 годов рождения. Их мама в бессознательном состоянии госпитализирована в медицинское учреждение. По предварительным данным, причиной смерти могло стать неисправное печное отопление и отравление потерпевших угарным газом. Следственные комитеты и прокуратура региона устанавливают все обстоятельства гибели детей. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. На месте происшествия проводится осмотр. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Ну а мы двигаемся далее. С 1 января следующего года станет обязательной маркировка домашних собак. На этой неделе депутаты краевого ЗАГС Собрания приняли закон, который вводит еще одно правило по обращению с животными. Владельцы должны будут зарегистрировать свою собаку. И если их пес потеряется или кого-то покусает, животные могут вернуть хозяину и привлечь его к ответственности. Подробнее об этом и других принятых законах на этой неделе расскажем далее. Собака – друг человека. И в обращении с этим другом появились новые правила. На Алтае приняли два закона. С 1 января 2025 года хозяева должны регистрировать и маркировать своих псов. А с 1 июля те, кто этого не сделает, могут уже понести ответственность, если их собака потеряется во время самовыгула или нападет на человека. Штраф 3-5 тысяч рублей. Депутаты уже отвечают на вопросы жителей. «Ну вот я должна из села Солоновки везти в райцентр за 30-40 километров собаку. Нет, у нас будут графики, потому что ветеринария выезжает. Вот весной, сейчас после Нового года начнут дома, ну то есть прививки, вакцины и так далее. Они практически заходят в каждый дом. Поэтому планово, по графику будут. Кто пожелает, значит, вот зарегистрировать свое животное, значит, будет осуществляться». Чипировать животное любым способом может сам хозяин, но вносят пса в базу только сотрудники ветеринарии. В 2021 с укусами собак к медикам обратилось 1970 человек, в 2023-2300. По мнению Серова, программа «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат» неэффективна. Согласны с этим не все. «У нас не работает программа «Отлов, стерилизация». Но не потому, что мы в густую деньги тратим, а потому что на одну стерилизованную собаку выкрасывается еще как минимум три». Одни депутаты переживают, что умерщвлять будут и не агрессивных собак, а процедура будет жестокой. Другие считают, что только такие меры и подарят прохожим спокойствие. Промаркировать свою собаку люди могут уже сейчас. Свой паспорт поможет псу в случае его потери. Еще один важный вопрос сессии – бюджет. С учетом увеличения доходов и поступления средств из федерального бюджета, доходы краевого бюджета на 2024 год выросли на 16 миллиардов и составили 165 миллиардов рублей. Расходы на 10 и доросли до 189 миллиардов. Спикер парламента Александр Романенко подчеркнул, что это поможет увеличить зарплату всем бюджетникам. «Мы с 1 ноя это сделать не могли, в силу отсутствия финансовых ресурсов. Увеличение произвели только на 9,8%. Но вот сегодня, увеличив расходы на 3,5 миллиарда рублей, такое решение принято. И общая заработная плата всем категориям работников бюджетной сферы прирастает на 18%. Сегодня депутаты расширили число получателей льготы по транспортному налогу до 27 тысяч человек. Прежде на него претендовали многодетные семьи и ветераны боевых действий с мощностью авто до 100 лошадиных сил. Сейчас же мы увеличиваем до 200 лошадиных сил. Мы говорим о таком регулировании, которое распространено в других субъектах. То есть, если у тебя автомобиль, например, 180 лошадиных сил, ты за 80 лошадиных сил будешь платить, а на 100 лошадиных сил получаешь льготы по транспортному налогу, то есть не платишь». Кроме того, депутаты увеличили выплату обладателям медали «Родительская слава» вдвое – до 30 тысяч рублей. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. И в продолжение темы закона, который теперь позволяет умерщвлять бездомных животных. Споры до сих пор не утихают и среди общественников, и среди тех, кто был за убийство животных. Наша редакция решила узнать у барнаульцев их мнение по поводу эффективности нововведения. «Вот эвтаназия бездомных собак, которые проявляют агрессию. У нас в Алтайском крае такой появился закон. Вы за, против?» «Я против». «А почему?» «Ну, потому что это живые души, их нельзя убивать. Надо больше денег, наверное, вкладывать в то, чтобы люди не бросали таких собак». «Ну, я за только гуманными способами, а не через повешение там или отравление. В принципе, да, конечно. Агрессивных собак нужно отстреливать». «Против». «А почему?» «Ну, потому что собаки, они же не виноваты, что их бросают люди». «За». «А почему?» «Ну, они бывают опасны для общества, все-таки могут повредить». «А вот не считаете ли вы, что усыпление – это, скорее, борьба со следствием, а не с первопричиной?» «Ну, скорее всего, да, со следствием, потому что ни в одной стране нет бродячих животных на улицах, как у нас. Ну и мало выделяется на содержание для приютов бездомных животных». «Ну, по-моему, это неэффективно. Если бы люди нормально жили, они могли бы содержать собак и не бросали бы их на улицу. Ну, а агрессия – это естественное состояние, им же есть хочется». «Ну, а что делать? Ведь надо содержать их где-то как-то. А бродячие собаки, они всегда были агрессивными». «Люди виноваты в этом, потому что они плодят этих собак, потом выкидывают на улицу. Ну и, следственно, что у них появляется агрессия, они грызут детей, ну и все в этом роде». Оплата труда работников бюджетной сферы станет самой значительной статьей расходов дополнительных средств краевого бюджета в 2024 году. Практически треть. О самых дорогих из них подробно рассказал губернатор Виктор Томенко. «10 миллиардов рублей расходов текущего года дополнительно будут направлены на рост заработной платы бюджетников. Конечно, мы говорим про бюджетников. Это практически третья часть этой суммы. Мы, надо сказать, что в целом это уже не первое уточнение увеличения расходов краевого бюджета на выплату заработной платы бюджетникам. Общий фонд уже перевалил за 75 миллиардов рублей. Если сравнивать с предыдущим годом, то это увеличение на 18% всего объема этих расходов, которые идут на зарплату бюджетников. Значит, мы увеличиваем расходы на оказание разного рода материальной помощи. Это сегодня очень серьезное, важное направление. Тоже большие деньги, около 3 миллиардов рублей пойдет по этим направлениям. Мы увеличиваем объем поддержки наших муниципалитетов. Значит, более чем на 2,5 миллиарда рублей здесь с корректировкой текущей предусмотрено. Значит, тоже надо сказать, что то, как край помогает своим нашим муниципалитетам, характеризуется такими цифрами. Было в прошлом году 57 миллиардов рублей на эти цели направлено. В этом году будет 68 миллиардов рублей. Это рост примерно на 119%. Дополнительный миллиард направят на дорожное хозяйство. Остальные статьи расходов, реализация краевой адресной инвестпрограммы и капремонт социальных объектов края, приобретение лекарственных средств, формирование резервного запаса угля для Алтайского края, поддержка сферы образования, культуры, спорта, промышленности и предпринимательства. Виктор Томенко подчеркнул, что предусмотренные расходы края на 2024 год уже на 13% больше, чем фактические расходы в 2023 году. Продолжим. Первый пошел. Накануне суд Центрального района Барнаула вынес приговор Сергею Щукину, курьеру по взяточному делу Антона Шеломенцева. Напомним, бывший замглавы транспортного комитета Щукин выступил посредником в громком коррупционном скандале. Именно он передал взятку от бизнесмена-перевозчика Олега Бесчастного бывшему заместителю главы города по дорожно-транспортной сфере Антону Шеломенцеву. Взятка предоставлялась в обмен на общее покровительство, а также за помощь в получении желаемых маршрутов общественного транспорта. Кроме того, Щукин арендовал участок, где Шеломенцев намеревался построить склады для хранения инертных материалов. Накануне суд приговорил Сергея Щукина к пяти годам условного срока и штрафу в 2 миллиона рублей о взяточнистве. Также бывшему чиновнику запретили занимать ряд должностей в органах местного самоуправления. К другим темам. На этой неделе обнаженную жительницу Барнаула задержали по подозрению в повреждении танка Т-34 у кинотеатра. Сотрудники правоохранительных органов принудительно спустили с объекта культурного наследия регионального значения 24-летнюю жительницу Барнаула, которая, вероятно, была не в себе. Женщина распылила на танк яркую краску. В отношении женщины следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье 243 прим. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны. Обстоятельства произошедшего устанавливают. Подозреваемой назначена психологическая экспертиза. На этой неделе в Республике Алтай началась новая глава истории. Андрей Турчак, три месяца руководивший территорией с приставкой «В Рио», официально вступил в должность главы. Торжественная церемония состоялась на этой неделе в Национальном театре. Пожелать удачи Андрею Анатольевичу собрались члены правительства, депутаты и общественники. Передаю слово Анастасии Дороган. Вот пока я читал этот уникальный текст, смотрю, сопровождала его божья коровка сидящая. Идти на небо, на небо, да, если там, если дальше все помним приспуском. Вот она наблюдает этот процесс. Члены правительства, депутаты, общественники, почетные жители республики поздравляют Андрея Турчака. Новый глава Республики Алтай вступил в должность. Клянусь народу Республики Алтай, добросовестно и ответственно, исполнять возложенные на меня высокие обязанности главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай. За три месяца в статусе временно исполняющего политик федерального уровня Андрей Турчак доказал, что пришел работать серьезно. Дважды объехал всю республику. Лично познакомился с сотнями жителей. Выслушал проблемы. Знаете, за три месяца уже конкретный результат, уже принято решение. Мы видим вопросы по земле, которые решаются конкретно. Мы видим те поступления, которые уже определены. Уже выделены деньги на МРТ, на ремонт. Уже введенные дома, которые, казалось бы, в такой маленький срок невозможно было решить. Эти лидерские качества помогли вам за короткий срок вникнуть специфику региона и актуальные проблемы, волнующие ее жителей. Предложить новые подходы к их решению, заручиться поддержкой федерального центра. Всегда в жизни руководствоваться принципом «лучше дело, а не слово». В республике, где сильно чувство патриотизма, а ее жители уходят добровольцами на спецоперацию, начали уделять большое внимание участникам СВО и их семьям. Если не могут получить какие-то определенные выплаты, Андрей Анатольевич лично включается, дает поручения. Он всегда держит это на контроле. Благодаря вашим инициативам увеличена единовременная выплата контрактникам всем участникам специальной военной операции. Впереди у нового главы пять лет работы и целый список проблем. Давно требующих решения. В республике ждут решения земельного и мусорного вопроса, появления стабильного общественного транспорта, хороших дорог, введенных социальных, спортивных и культурных объектов. Сегодня требует особого внимания коммунальная инфраструктура, которой нужно заниматься и которую нужно обновлять. Мы большую работу провели по дорогам и на территории столицы региона, и в сельских поселениях, но много еще работы впереди. У нас с вами большой потенциал развития экономики сельского, лесного хозяйства. Туризма, транспорта и социальной инфраструктуры. И наша с вами общая задача – ускорить положительную динамику развития республики, повысить качество жизни людей. Эксперты считают, Андрей Турчак глубоко знает муниципальные проблемы и готов за них браться. Андрей Анатольевич среди населения, алтайской элиты, я бы так сказал, вызывает уважение. Он берется конкретно за решение проблем и смело, я бы сказал, смело их сегодня решает. Следующий шаг главы – формирование крепкой команды. В течение нескольких недель будет сформирован новый состав правительства, который, жители верят, поставит своей целью развитие республики. Ирина Корчагина, Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Иномарки снова значительно вырастут в цене. В России на этой неделе повысили утилизационный сбор на 70-85%. Соответствующее постановление утвердил Минпромторг. Оно вступило в силу с 1 октября. Скачок существенный, говорят эксперты. Причем сбор будут ежегодно индексировать на 10-20% вплоть до 2030 года. Изменения коснутся многих автовладельцев, вне зависимости от того, откуда и с какой целью был ввезен транспорт. Однако изменения не коснутся автомобиля объемом двигателя до 3 литров, который ввезли для личного пользования. Но при условии, если авто не будет продано в течение года. По мнению экспертов, покупать новый импортный автранспорт будет невыгодно. Для некоторых моделей размер утилизбора превысит стоимость самого автомобиля. Вслед за рынком подражают и остальные машины. А ценник на услуги и товары вырастет. Кафедру теории и практики журналистики в Алтайском государственном университете реорганизуют. Новой кафедре дали следующее название – кафедра журналистики, медиа и рекламы. Такое решение приняли на заседание учебного совета в ВУЗе. Руководство объясняет свое решение новым импульсом развития. Поскольку теперь компетенции, знания, опыт и проекты будут совмещены. Подобные идеи уже воплотили несколько ведущих региональных вузов страны. Новая кафедра журналистики, медиа и рекламы откроется 1 января следующего года. Добавим, что первый набор на специальность журналистика прошел в 1988 году на базе филологического факультета АГУ. В Госдуме предложили наказывать родителей, которые вырастили детей квадроберов. Для тех, кто не в курсе, квадроберы – это новое модное движение среди подростков. Они имитируют животных, кошек, собак, иногда кусают прохожих и бегают на четвереньках. В Барнауле таких четвероногих уже замечали. Накануне в Госдуме предложили привлекать к ответственности родителей за квадроберов, вплоть до уголовной ответственности и лишения прав. Мы решили узнать у барнаульцев, как они относятся к квадроберам. Дети одевают маски и ведут себя, как животные. А как ты к этому относишься? Это вообще нормально? Потому что сейчас очень большой хейт всего этого. Не знаю, как-то нейтрально, мне это без разницы. Пока нас не трогают, пусть делают, что хотят. То есть вы сами этим не занимаетесь и заниматься не будете? Нет, конечно. А чем это может быть опасно, на ваш взгляд? Вот это увлечение? Да, я думаю, что ничем, просто это некрасиво. Был случай с жизнью, мы гуляли где-то, ну и там выбежали несколько агрессивно. В Барнауле? В Барнауле. Они просто прыгали или вот, ну они же могут там кусаться и еще что-то? Ну до такого не дошло. Не дошло, да? Мы сами смотались. Что за бред какой-то? Дикость какая-то. Ну можно сказать, что это хобби за хобби, штраф давать что-то, не знаю. Если это уже переходит какие-то границы, то, конечно, можно. Ну да. Пока они не трогают других людей, пусть они на полянке бегают. Если пристают к другим людям, ну это уже там что-то административка. Если они не причиняют никакого вреда, то чем люди только не занимаются. Что ж, такое мы запомним эту неделю. Я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания Валар. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!